Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Мужской понедельник продолжается на 101.0.12.06. В нашем городе ведут программу Николай Голиков и Владимир Сметанин. Надо сказать, занятно мы прощались с гостями первого часа. Мы задались вопросом таким, а можно ли по сумме подношений главам регионов судить об инвестиционной привлекательности региона. Ну, это так. Вопрос, чтобы в воздухе. Он не повис в воздухе, просто чтобы закончить тему. У нас сейчас будет другая тема. Мы тоже финансовая. Мы будем говорить об обучении, так сказать, о зам финансовой грамотности молодое поколение. Дело в том, что с 9 по 16 апреля проходила Всероссийская неделя финансовой грамотности. Большие мероприятия были организованы, в том числе в нашем городе и в нашем регионе. О том, что делало в эту неделю такое финансовое учреждение, как Вяткобанк. Мы сегодня поговорим с Сергеем Сусловым. Это специалист по социальным проектам Вяткобанк. Сергей, добрый день. Добрый день. У нас есть опрос. Опрос как раз хотел сказать, что на эту тему у нас разместили на сайте опрос. Современные школьники умеют обращаться с деньгами. Двоеточие. И три варианта ответа. Лучше своих сверстников в 90-е годы. Второй вариант ответа. Хуже своих сверстников в 90-е годы. И третий вариант. Не вижу разницы. Дети есть дети. Не знаю, почему мы выбрали 90-е годы, но, видимо, это так вот. Видимо, это укрепилось в сознании, что тяжелые времена. 50% на сайте хакирова.ру голосуют за то, что лучше своих сверстников в 90-е годы. Лидирующий вариант ответа. Не вижу разницы. Дети есть дети. 60% за этот вариант на нашей странице ВКонтакте. То есть, можно сказать, мнения разделились так слегка, да? Да. Ну, Сергей, не знаю, легко ли вам судить, сравнивать поколение. Вы человек еще достаточно молодой. Все-таки. Ну, вот на ваш взгляд. Ну, я могу сказать... Современная молодежь, школьники, студенты. Да и дошкольники, я так знаю, что вы даже к дошкольникам. Насколько они сведущи в этих вопросах? Вот за последние две недели мы провели финансовые уроки у, так сказать, самых маленьких в детском саду. В детском саду. В детском саду, да. Также встречались со старшим поколением. То есть, самое старшее поколение тоже было у нас. Мы имеем в виду в возрасте уже. Да, в возрасте. То есть, финансовая грамотность и для них была проведена. Также для студентов. То есть, первый и третий курс. То есть, вы вообще охватили весь спектр возрастов, можно сказать. Да, и, конечно, в течение последнего года мы буквально каждую неделю, через неделю проводили финансовую грамотность для школьников. То есть, мы охватили все слои населения. Ну, давайте с дошкольников начнем. Потому что это самое, мне кажется, удивительное. То есть, это особый подход. Во-первых, это тебя впрямую касается, у тебя как раз дошкольник. Еще и второй у тебя появился дошкольник. У него как раз на прошлой неделе пополнение произошло. Наши специалисты проводили как раз урок финансовой грамотности для детей из детского сада. Но удивление, ребята оказались очень смышленными. Ну, это старший уже детсадовский возраст. Да, то есть, уже подготовительная. Шестилетки. Вы же сами понимаете, что сейчас каждый, можно сказать, имеет дело с какими-то играми, с какими-то приложениями, еще чем-то, с гаджетами. А в гаджете, да, финансовый вопрос очень остро умеют ставить. Если раньше, в 90-е годы, допустим, когда я как раз был в детском саду в это время, у меня было только три канала. Это там первый, второй и культура. То сейчас 100 каналов. Плюс различные видеохостинги, различные видео в соцсетях. Так что дети, смотря на родителей, смотря на себя, на друзей, очень многое узнают. Очень большой поток информации. Информпоток, да. Да, и даже когда у вас здесь был на программе «Открывашка» с вашими ребятами. Я напомню, что по воскресенью в 10 утра выходит у нас «Открывашка». Да, мы как раз обсуждали тему денег. То есть, я даже не успел задать вопрос, ребята уже отвечали. То есть, кладезь ума у каждого ребёнка сейчас, в наше время, гораздо больше. Даже спектр знаний обширнее, чем в 90-е годы. Поэтому, ребята в детском саду, мы с ними занимались тем, что... С другой стороны, простите, Сергей, чем больше ты знаешь, чем больше поток информации, тем больше и рисков всевозможных, да? Да. Потому что в этом же потоке, как раз и по сути, те самые люди, которые хотят твои денежки получить. Даже меньше знаешь, лучше спишь, а тут больше знаешь. Да, на самом деле сейчас мошенники, которые работают на финансовом поприще, они очень сильно распространены. И поэтому, когда мы встречаемся даже с нашим старшим поколением, с нашими клиентами банка, мы всегда рассказываем, что нужно сделать так, чтобы и вас не обманули, ваши деньги с карты, с счетов не сняли. Вот буквально в последнее время, очень часто слышу из СМИ, ну и вообще от своих даже, от наших клиентов, они рассказывают историю о том, что к ним приходит СМС, им звонят на их мобильный телефон и говорят, что ваша карта заблокирована, с вашей карты проходит снятие средств. Мне, кстати, такая СМС-ка не так давно приходила, ваша карта заблокирована. То есть все говорят, что мы никогда на это не купимся. Но когда именно с вами происходит такая ситуация, когда дело касается ваших денег, вы начинаете нервничать, вам говорят, вы не волнуйтесь, мы все сейчас отменим, вы заблокируем карту, скажите ваши координаты, данные карты, все сообщают, как миленькие. И подчистую все пропадает. Здесь даже интересно, говорит, мы вам сейчас позвоним, если вы нам не верите, мы позвоним вам с банковского телефона, можете проверить, а мы там пятерки, пятерки, пятерки. Потом человек уже потом замечает, что одна пятерка была лишняя, но уже поздно он все данные своей карты сказал. То есть вот ситуация тоже с пенсионером произошла в городе Н, допустим, с пенсионером под таким буквой М. Ему тоже позвонили мошенники. Использовать одну криминальную схему, о которой даже не говорят в печатных изданиях, потому что могут другие воспользоваться. Он лишился миллиона рублей. Миллиона? Миллиона рублей, то есть всех своих накоплений. Хорошо, он вызвал правоохранительные органы, все с ним разобрались. Через некоторое время опять звонят, говорят, здравствуйте, мы из органов, все нормально, деньги можем вернуть. Пенсионер обрадовался, он уже все, попрощался. Но, чтобы их вернуть, нужно перечислить какую-то сумму. Он еще взял у своих... Занял? На общее количество полтора миллиона рублей и вернул. Ну, тоже мошенникам отдал. То есть он потерял 2,5 миллиона рублей. Несмотря на то, что он уже миллион потерял. Он уже, так сказать, подумал о том, что с ним произошло. Как же так? Никогда не ошибусь. Поэтому мошенники, они используют самые такие изощренные схемы. Бывает, звонят, что... Кроме всего прочего, они еще и обладают познаниями психологии. Да, это отличные психологи. Это отличные психологи, потому что для вот таких вот махинаций именно нужно психологическое знание, как именно подойти к клиенту. Они даже, бывает, знают, кто, что за пенсионер с ними разговаривает, где он живет, одинокий он или нет. Поэтому этим всем они пользуются. У них целое кладице, целое досье, я бы сказал, на каждого может быть. Потому что сейчас мы все знаем, что персональные данные, они не защищены. То есть мы везде в соцсетях, мы на различных сайтах оставляем свои данные, которые могут быть либо выкрадены мошенниками, либо, собственно, выкуплены за определенную сумму. Поэтому... То есть такая схема, такая цепочка рождается, да? Да, да, да. Настоящий преступный клан. Ну, как правильно говорят, если у вас дома есть компьютер, то вы уже не защищены, то есть вам уже следует... Да ладно, дома, он у нас в кармане сейчас, у каждого практически. Ну да, это телефон мобильный, да, обязательно. Поэтому, вот если что касается старшего поколения, я просто говорю, когда вам звонят, вам что-то говорят, не волнуйтесь, успокойтесь, проверьте информацию, позвоните своему родственнику, сыну, дочери, либо позвоните в банк, допустим, если это какая-то банковская информация. Номер, который горячей линией у банка, он у каждого свой. У нас, например, три пятерки, три семерки, пять, 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 семь, семь, семь. Он изображен на обратной поверхности карты, либо в банковских документах. То есть, пожалуйста, звоните, узнавайте. Ни в коем случае нельзя, так сказать, в попыхах принимать какие-то решения. Ну, там как бы все и основано на том, что говорят, вот прямо сейчас что-то произойдет, и чтобы остановить, надо немедленно принимать решение. На самом деле, понятно, что такие вещи так не делаются, да, с точки зрения банка, да? Ну, с точки зрения, даже есть такое правило золотого получаса. То есть, в течение 30 минут банк может предпринять какие-то оперативные действия, чтобы ваши средства сохранить, либо вернуть. Вот, поэтому буквально 3 минуты, 4 минуты, которые вы потратите на звонок, либо в банк, либо своему родственнику, ничего страшного не произойдет. Ну, это все окупится, да, в итоге. То есть, вы начали, да погодите, мы начали про детский сад, и как-то сразу перешли на вот страшные банковские аферы. Что у нас там в детском саду насчет финансовой грамотности? Ну, как я уже сказал, ребята образованные, что мы с ними делали? Как вы, собственно, грамотность их повышали? Мы разработали ролевую игру, в которой каждый ребенок занимал какую-то роль. То есть, кто-то был директором банка, кто-то был бизнесменом, кто-то был представителем власти. Какой был смысл этой игры? В том, что ребята должны были себя почувствовать клиентами банка. То есть, у каждого был определенный капитал денежный. Они с ними могли как угодно, собственно, расправляться. Либо купить какую-то вещь. Ну, поясним, тут это не настоящее, как это принято говорить, деньги. Да, то есть, у нас были макеты денег. То есть, там, купюры Вятка Банк, так сказать, созданные нами. Каждому члену игры раздавались эти купюры. И они могли с ними играть, собственно, либо купить какие-то товары, либо подкопить, положить на вклад, уже на проценты снять, купить на них что-то и остальные денежки тоже продолжать копить. То есть, главный смысл был в том, чтобы ребята поняли, как работает банк. То есть, банк работает как, собственно, система, которая берет денежки у юрлиц и за счет этих денег, которые направляются на вкладные счета. Берет это как-то уж агрессивно, звучит. Да, не берет, а привлекает вклады. И за счет кредитов, собственно, кредитов от населения и на проценты может увеличить свой капитал. — Эту информацию усвоили ребята, как они хорошо это все... — Они быстро сообразили, что выгоднее нельзя делать. — Ну, конечно, мы ее давали не в таком вот голом виде, а именно на каких-то игровых моментах. То есть, например, когда я преподаю финансовую грамотность в школах, то есть, например, мы рассказываем про вклады, то я рассказываю ребятам, как, допустим, у каждого есть дома копилка. То есть, представьте, что... — Ну, не у каждого дома. — Ну, да, допустим. Когда я спрашиваю ребят, у каждого второго или даже у каждого первого копилочка имеется. Я говорю, что представьте, что у вас каждый месяц вам выкладили свою копилку энную сумму денег по 50 рублей, по 5 рублей, по 10 рублей. Подошла к вам мама и сказала, Екатерина, Петя, давай так, если ты денежки из копилки не будешь брать в течение месяца, будешь их там хранить, не будешь ставить на разные сладости, на безделушки, то я в конце месяца тебе положу в эту копилочку 50 рублей, ну, либо 100 рублей. Собственно, так и работает вклад в банке. Если вы денежки храните, вам в конце месяца на эту сумму приходит процент и так далее. Если я говорю про кредиты, то это, собственно, такая же игровая ситуация. Вы приходите в, например, детский сад, либо в класс, и вы забыли, например, что-то. Например, тетрадь. Тут контрольная работа, тетрадочки надо сдать, чтобы все было, так сказать, правильно сделано. И, например, Маша спрашивает у Пети, Петя, у тебя есть ли запасная тетрадь? Петя говорит, да, есть, вот, пожалуйста, новая, как раз у меня есть лишняя. Он дает Маше эту тетрадочку, и на следующий день Маша приносит новую тетрадку и, допустим, шоколадку, ну, либо какую-то игрушку. То есть это процент по кредиту, так сказать, уплачивают. Пора нам сделать паузу небольшую, все-таки, да, мы напомним, что у нас в гостях Сергей Суслов, это специалист по социальным проектам Вятка Банка, и мы говорим о том, как прошла в нашем городе всероссийская неделя финансовой грамотности. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается «Мужской понедельник». Сергей Суслов, наш гость, специалист по социальным проектам Вятка Банка. В общем, на мероприятие, которое прошло в детском садике, прошло оно хорошо. Да, хорошо. Поработали с ребятишками. То есть, как бы, вот эта игра, она к чему в итоге привела к этому? Вот итог был подведен этой игры, вот когда вот они уже поиграли, они уже поняли, как, что, куда. То есть, вывод. Да, какой-то вывод. То есть, вывод мы пришли к тому, что у кого сколько денег осталось, кто-то лишился всех денежек, но получил хорошие подарки, которые они хотели приобрести. Кто-то, собственно, накопил энный капитал, тоже это было отмечено. То есть, мы показали, какая линия поведения была выбрана ребятами. И мы, собственно, сказали, какая правильная, какая, может быть, не очень. Ну, я думаю, увидев кучку подарков и денег, они сами поняли, кто правильно поступил. Да, да, да. То есть, это было наглядно видно. Я думаю, в будущем они смогут вот такое экономическое поведение применять в своей собственной жизни. Ну, в конце, конечно, никто из ребят не остался без подарков. Все были довольны и счастливы. Я сейчас задумался над вопросом, откуда тогда вот транжиры-то появляются, когда человек не может справиться с этим. Я думаю, что недели финансовой грамотой не всегда были. И то поколение, которое сейчас уже выросло, вот я, например, могу сказать, что тогда их не было. В те же 90-е годы никто таких акций не проводил. Поэтому, может быть, отсюда транжиры взялись, что им вовремя не пришли умные дяди в детский садик и не рассказали, как правильно денежки рассчитывать. Просто раньше считалось, что такая финансовая грамотность, это дело уже студенческих лет. То есть, там мы изучаем теорию экономики и так далее. То есть, к этому как-то приходим. Всегда думали, что ребята слишком маленькие для финансовой какой-то грамотности. На самом деле, тут ключевой фактор в том, как вы подаете эту финансовую грамотность для того или иного возраста. Если это хорошая игровая форма, то ребята это поймут. Если это, так сказать, сырые какие-то данные, то это, конечно, для них будет сложновато. Также и, собственно, если детский сад это игра, если школа, то я провожу тренинги. Это уже тренинги в школе, то есть, да? Да, тренинги. Уже более серьезно. То есть, ребята уже сами разрабатывают какой-то либо продукт, либо ту же самую игру и презентуют ее для своего класса. Но это уже, наверное, старшая класса. Это старшая класса, да. Это уже восьмой класс и старшая. Если это старшее поколение, то я всегда использую примеры. То есть, примеры на жизненные примеры. То есть, если просто им сказать, что, например, если вы написали пин-код на своей карте и потеряли ее, то все мошенники могут воспользоваться. Если я привожу пример, что вот такая террая из них... Прости, сейчас все-таки оснащение банкоматов, оно позволяет все-таки снимать лицо действия человека. Видеокамера, грубо говоря, там стоит и потом все-таки находит. Но не всегда. Не всегда, но... Не всегда. Люди, те, которые берут, они тоже знают, что там стоит камера и снимают. Тем более, мошенники, если не заинтересованы в том, чтобы их узнали, они могут просто попросить. Да какого-нибудь школьника же попросить, который, тем более, не достиг возраста уголовной ответственности, все, он там заканул шоколадку или, извините, 50 рублей. Либо просто какое-нибудь лицо без определенного места жительства, пожалуйста. Тоже за определенную сумму можно попосределить данную операцию. Ладно, так опять мы свинтили к рискам, давайте все-таки продолжим работать со старшим поколением. Так, собственно, зачем все эти недели, чтобы эти риски минимизировать, я так понимаю. А, я еще хочу спросить, вот как-то так исторически сложилось у нас в стране, что большинство все-таки семей живут небогато, и вот всегда присутствовала, да и присутствует мысль о том, что нужно экономить, что нужно как-то бережнее обращаться. Это вот пока не надо, например, покупать, можно еще попользоваться старым. Вот в современных условиях такие мысли звучат, что нужно экономить как-то вот в рамках этих уроков. С этой точки зрения, то есть рассматривается грамотность финансовая, то есть как на уровне семейного, скажем так, бюджета. Или другой какой-то подход все-таки уже сейчас. Ну, я вам так скажу, когда я работаю, тут тоже зависит от возраста. Если это дети, то это, конечно, хочу, я хочу это купить. Прошу родителей, они мне покупают и так далее. Если это уже школьники, то они уже понимают, что родители не все могут купить, не все могут позволить, что нужно что-то делать, чтобы это получить. А если, что касается старшего поколения, то это именно накопление. То есть по-прежнему, потому что еще, так сказать, советская закалка, люди стараются копить, чтобы денежки были. На черный день, как обычно. На черный день, да, да, а не под подушкой или в носке. Если мы заметим, как сейчас ведут себя как раз взрослые, которые выросли в 80-90-х годы, то есть где, собственно, финансовая грамотность как таковая отсутствовала, мне кажется, именно вот этот банковский рынок и так далее. То есть, вы сами знаете, что сейчас растет очень быстро портфель кредитов, быстро растут микрозаймы. Кстати, мы тоже это обсуждаем на финансовой грамотности. То есть, как не попасться на удочку, так сказать, недобросовестным финансовым организациям. То есть, я скажу, в большинстве случаев взрослое наше население сейчас, оно не умеет правильно пользоваться деньгами. Не умеет. Именно в плане вот такой заемной своей политики, что ли? Да, то есть, люди покупают вещи, которые, может быть, им не необходимы. То есть, это раз. Во-вторых, они живут одним днем. То есть, вот сейчас я это хочу, если сейчас я не куплю, то уже, собственно, мне это не приобрести в будущем. Поэтому вот такая жизнь одним днем для среднего возраста, она имеет место быть. Вот с другой стороны, я вижу, что многие люди, учаясь на своих ошибках, учаясь на ошибках других, то есть, когда, например, даже мы рассказываем эти истории, когда люди, выполняя те или иные действия, приходят к тому, что они становятся, можно сказать, банкротами, уже думают о том, как выстроить свое экономическое поведение для того, чтобы не потерять денежные средства. Так, вы занимаетесь с детсадовцами, потом со школьниками, со студентами, с взрослыми людьми. То есть, получается, что вы на протяжении всей жизни, собственно, можете вести человека, встречаться на разных этапах его жизни. У нас программа разработана для любого возраста. Поэтому буквально к нам можно приходить целой семьей. То есть, пожалуйста, старшее поколение могут приходить к нам в клуб. Клуб старшее поколение для наших клиентов сделан. То есть, там мы и финансовой грамотностью, и компьютерной грамотностью занимаемся, ну и другими творческими мастер-классами. Если это, например, ваш ребенок сказал, мама, папа, я хочу финансово образовываться. Вы можете позвонить к нам на линию горячую, 3 пятерки, 3 семерки, и пригласить нас в класс к своему ребенку. Мы проведем, если это ребенок, так сказать, уже более старший тренинг, если это помладше, то это будет игра. И также будет дана информация про финансовую грамотность. А вот такой вариант, когда вы говорите всей семьей, вот, наверное, даже интересно было, пришла вообще вся семья сразу, да, и вот чтобы для этой семьи, заодно, чтобы выстроить вот это финансовое отношение между детьми и взрослыми, между там средним поколением и старшим поколением, чтобы и дети поняли, каково родителям и родителям поняли, что нужно детям и что нужно им рассказывать. Вот такой, как бы, такой семейный тренинг вы не пробовали проводить? Вот у нас было занятие, когда к нам приходил представитель старшего поколения, то есть бабушки, дедушки с внуками. С внуками. Да, то есть у нас была сначала информация для бабушек, дедушек, потом для внуков, то есть пока внуки разрабатывали там, ну, допустим, деньги будущего. Деньги будущего? Да, деньги будущего, да. То есть как они называют, что у них можно купить, из чего они состоят. Старший поколения пока задавал нам вопросы по, собственно, мошенникам, допустим. Вот такое было. Но я думаю, в будущем, вот, кстати, хорошая идея проводить тренинги для всей семьи. Вот именно, что как бы сразу, как бы, и дети начнут понимать родителей больше в их финансовых возможностях, да, как бы, да? Почему родители так себя ведут? Вот почему они эти деньги не ему дают на игрушки, да, а на какой-то вклад положили? Вот зачем непонятный какой-то вклад, зачем это не придумали? Такая экономическая психология. Да, в том числе варианты психологии, мне кажется. И легче же будет тогда семье целиком существовать, да, потому что все будут понимать, кто что делает и почему. Кстати, по поводу будущего денег. Спасибо. По поводу будущего денег. Я так понимаю, что в том числе все ведет к тому, что наличности не будет, или она будет в каких-то ограниченных очень количествах. То есть все идет в виртуальное пространство, да, так или иначе? Я думаю, да. У специалистов именно такое сейчас предсказывают. Да, причем уже сейчас появляются, так называемые, киберденьги, которые уже в странах Азии, в некоторых магазинах принимаются, биткоины называются. Да, то есть в будущем, я считаю, что мы полностью откажемся от бумажных методических денег. Ну, в принципе, и сейчас этот процесс уже идет, да, и очень многие дети не понимают, что почему вот раньше были вот эти вот эти вот деньги. Сейчас вот какая-то карточка, и а где деньги-то? Тоже, наверное, интересный момент. Сейчас же переходят в интернет. Да, то есть правильно, сейчас мы полностью переходим в интернет, все безналичные расчеты с помощью карт, ну, пластиковых карт. И поэтому мы большое внимание уделяем в нашей финансовой грамотности именно обращению, как не быть обманутым, в обращении с пластиковыми картами. Большое внимание этому уделяем. И, в том числе, видимо, с точки зрения компьютера, то есть как с компьютером работать так, чтобы не попасть на уличку, да? Да, то есть как работать в интернете. В интернет-магазинах, в том числе. Да, в интернет-магазинах, это тоже мы преподаем. То есть как это правильно сделать, чтобы вас не обманули. То есть на какие сайты надо заходить, как отличить поддельный сайт от настоящего сайта. Можно ли заходить с чужих компьютеров свои какие-то, ну, например, ваш интернет-банк и так далее. И где можно пользоваться, где нельзя пользоваться. Давайте просто приведу пример. А давайте мы за примером уже после рекламы небольшой. Как раз мы хотели прийти к тому, чтобы поговорить еще о конкретных проблемах, которые сейчас возникают, и о методах их решения. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. О финансовой грамотности мы говорим прямо сейчас в мужском понедельнике. О том, как правильно обращаться с деньгами безопасно, чтобы не попасться на удочку мошенников всевозможных. Это, увы, реальность. И это происходит каждый день и прямо в массовом порядке. Если читать новость, это просто в массовом порядке происходит. И способы отъема денег у честных граждан с каждым днем. Все, количество их растет и растет. Специалист по социальным проектам Ветка Банка сегодня у нас в гостях. Это Сергей Суслов. Давайте сейчас на примерах остановимся. Что происходит в этом отношении. Как с этим можно бороться, как этому препятствовать. Одна из проблем. Новости из разряда криминала появляются буквально каждый день. Так называемый интернет-банкинг. Мобильный банкинг. Вот здесь очень часто люди попадаются. Давайте самый новый пример. Это мошенничество с использованием сниферинга. Сниферинг – это с английского языка вынюхивание. То есть мы, для кого не секрет, сейчас большое количество времени проводим в торговых центрах, в кинотеатрах еще где-то. Вы приходите, садитесь, хотите сделать платеж в своем интернет-банке. Заходите туда, подключаясь к Wi-Fi этого места. Специалисты ни в коем случае не рекомендуют пользоваться как раз Wi-Fi общего доступа для того, чтобы интернет-платежей проводить. Ну, здесь как бы две причины, почему не рекомендуют. Во-первых, потому что могут быть мошенники, которые раздают Wi-Fi и изменяют в названии Wi-Fi, вот этого официального места, одну букву. Вы даже ее не замечаете, потому что вы заходите, слава богу, может подключиться бесплатно, интернет. Заходите, и все данные, которые вы вводите в свой интернет-банк, мошенники вынюхивают, и потом могут их использовать в своих целях. То есть, например, интернет «эхо Москвы» изменен на «ухо Москвы». Да, да, да. Ну, ухо, может, кто-то и заметит. Буква «Х», так сказать, «Х» изменена на «Латинский Х». Да та же латинская «О», на русскую «О», это вообще никогда не заметят. То есть, вы заходите, и поэтому специалисты рекомендуют никогда не пользоваться Wi-Fi в общественных местах. Если вы хотите войти в интернет-банк, садите своего 3G, который у вас есть на вашем… Оператору, который предоставлено. Да, на операторе. Это что касается именно самых таких злободневных тем. А так, то, что к вам и на электронную почту, и в СМС приходят различные письма. Вот тут у меня как раз была последняя финансовая грамотность для старшего поколения. Клиентка нам рассказывает историю. К мне приходит письмо на электронную почту, в котором там герб, гербовая печать. Вы являетесь родственником того-то, того-то. У вас большое наследство. Зарегистрируйтесь там-то, там-то. И мы вам переведем энную сумму денег. То есть нужно ввести все свои жизненно важные данные. Да, да, да. И в том числе, скорее всего, номер банковской карты, циферки с оборота и вот это все, да? Да, да, да. Это раз. Во-вторых, вы заходите на свой сайт, где вы обычно пользуетесь своими услугами. Например, это может быть даже страница вашего банка. Вы заходите на нее, а мошенники просто сделали аналогичную копию вашей страницы, только изменили, опять же, в названии одну букву. То есть одно отличие. И вы заходите, вводите, как обычно, данные своего интернет-банка, и все, собственно. Потом вам пишут, конечно, ошибка, ничего не происходит. Но мошенникам главное узнать ваши данные. Они уже знают ваш логин, ваш пароль и пользуются ими в своих, так сказать, интересах. Я вспомнил еще один момент. У нас просто была серия программ с IT-специалистом, который о безопасности рассказывал. Нужно еще обращать внимание в адресной строке, есть ли упоминание HTPPS, да? Как-то так, что это защищенное соединение, это значит, да? Да, это тоже надо. Всегда обращайте внимание на адрес, по которому вы переходите. Это очень важно. Еще, скажу, теперь много мошенников, которые в интернете оруют таким образом. Они регистрируются на сайтах покупок, ну, вы, наверное, сами знаете, распространенные. И либо у вас хотят приобрести товар, либо продать вам товар, если вы заинтересованы. И все уже говорят. И там и там можно попасться. Да, да, да. В том и другом случае. Тут они как обычно говорят, скажите, пожалуйста, номер вашей карты. Мы знаем, что для того, чтобы денежки переправить с картой на карту, необходимо назвать номер. То есть все это безопасно можете называть, ничего страшного. Они обычно говорят, что что-то не получилось, что-то не вышло. Либо там нужно платить какой-нибудь налог, еще что-то. И узнают у вас все координаты. Это срок действия карты, защитный код, который сзади карты написан, и номер, и имя, фамилию. Отчество. Как написано на карте, да? Да, да, да. Точно, как написано на карте. Ну, буквально, вот мне тут в недавнем времени писали тоже в соцсети. Мне сказали, что вышлите фотографию. То есть не заморачиваются, зачем вас, так сказать, заставлять все переписывать. Сфоткайте свою карту с первой, со второй стороны и вышлите нам. То есть, пожалуйста, такой вариант тоже возможен. Вот. Что еще сейчас такого? В тренде. В тренде, да. В тренде, наверное, сейчас все знают, что многие пользуются своими картами, так называемыми, без прикосновений, когда расплачиваются. Это PayPass, PayWay. То есть вот такие, когда вы просто куда-то спешите, можете приложить вашу карту к терминалу, и вам считается сумма какая-то. Вот. Сейчас мошенники как действуют? Они заходят в места, где много людей. Это может быть вагон метро, это может быть где-то какой-то автобус. И с этим терминалом ходят, и ко всем подходят, всех, так сказать. То есть карта лежит в кармане, к ней подражают, подражают, заодно считают. Да, вот эти технологии работают на расстоянии 20 сантиметров. То есть все, могут снять эти денежки без каких-либо. Единственный плюс, что сумма снятия это до 1000 рублей по такой технологии. Ну, можно, опять же, по вагону метро пройти, что можно нормально. Можно ошибать по мелочи, да. Поэтому думай, тут уже от вас зависит. Если, например, вы живете разберянной жизнью, например, вы где-то там не в большом мегапосте, где каждая секунда на счету, и вы можете спокойно ввести пин-код, то можно карту использовать без этой технологии. Так что, уважаемым дамам, хочу обратиться, если к вам кто-то в автобусе прижимается, мужчина, это не обязательно сексуальный маньяк. Это вполне возможно. Скорее всего, это как раз не сексуальный маньяк в наше время. Да. Ну и хочу сказать еще, заострить внимание на поведение около банкоматов. Да, вы там с парнем остается. То есть, во-первых, всегда отличайте банкоматы, так сказать, настоящие от подельных, потому что бывают, так называемые, банкоматы-фантомы. То есть, да, просто... В нашем городе они, так сказать, регистрировались уже. В нашем, к сожалению... Слава Богу, нет. К счастью. К счастью, да. К счастью, да. К счастью, да. К счастью, нет. Но если вы будете в каком-то другом городе, это какая-то подворотня, еще где-то может быть встроена в стену, это может просто быть банкомат-подделка, который узнает все данные на вашей карте, и потом в будущем мошенниками воспользуются. Даже просто, когда вы подходите к банкомату, и сзади вас стоит человек в капюшоне, и что-то там выглядывает через ваше плечо. Лучше скажите, уважаемый человек, сейчас я сделаю свою операцию, потом вы подойдете. Всегда, когда вы вводите пин-код, закрывайте рукой, чтобы никто не мог увидеть, как вы его вводите. Ну и, собственно, если что-то произошло, какая-то техническая ошибка, например, денежки у вас не вышли, мошенники могут просто заклеить место, где деньги выходят из банкомата, скотчем. Они просто держатся и останутся. Подходит к машине, говорит, здравствуйте, у меня вчера была такая же ситуация, деньги не выдала, я ввел комбинацию 45, потом пин-код, все вышло, все хорошо. Выводите, так и ничего не происходит, он говорит, ну что делать, давайте продолжать делать свои операции, и потом спокойненько денежки достает оттуда, скотч отклеивает, и все. Вот так вот. То есть, на самом деле, мошенники... Насколько выдумчиво это. Да, у них очень много механических, так сказать, средств обмана, и, так сказать, уже таких высоких технологий. Ну и плюс психология всегда, потому что умеют подойти, умеют сказать. Да, ну и, конечно, на своих мобильных устройствах, на своих персональных компьютерах пользуйтесь всегда проверенными современными антивирусами, потому что теперь есть даже вирусы такие, которые сейчас тоже была ситуация, когда на Android-смартфон был занесен вирус, и мошенники просто... Ну, операционная система Android сама по себе, она плохо защищена. Плохо защищена, поэтому мошенники просто заблокировали даже поступление с СМС, то есть СМС-ки приходили к ним на телефон, а не на телефон владельца, и так далее. Поэтому будьте осторожны, пользуйтесь только качественным программным обеспечением, и, так сказать, храните себя, чтобы все было хорошо, и ваши денежные средства были у вас сохранены, и использовались только на... Ну, вот такой у нас урок финансовой грамотности в прямом эфире получился. Да, получился, и, по-моему, очень полезный урок. Да, благодарим Сергею Суслову, это специалист по социальным проектам «Вятка Банка». На сегодня завершается мужской понедельник, я имею в виду программу. А понедельник так-то продолжается, конечно. Удачи вам, Николай Голиков и Владимир Сметанин. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова